Всем привет! Сегодня что нового? Об обновках. Поехали! Итак, с вами, как всегда, Сергей и Макс. Сегодня о свежих поступлениях в нашем ассортименте. И начнем мы с нового для нас бренда Востед. Итак, прям... Так, и из последних новинок модель Востед Корги. В данном случае у нас модель фиолетовый с белым клинком. Пришло их в нескольких вариантах цвета. Прямо на обзор попал еще белый, сейчас черненький. Довольно интересная комплектация в коробке идет. Представлен ножик в чехольчике с съемным кожаным патчем. Помимо всего прочего, нож, соответственно, в пакетике у нас лежит. И есть тряпочка для ухода за ножом. Также плюсом укладывается гарантия. Небольшая наклейка, собственно, с собачкой Корги. Из интересного. Замок, трек-лок, как они это позиционируют, это вариация баттон-лока. Собственно, технически все практически то же самое, за исключением того факта, что сама по себе вот эта вот втулочка разновыточная ходит внутри проточки самого тела клинка. Вот, соответственно, он на подшипниках. Открывается он как за фронт-флипер, так и за флипер. Вот накладочки из, в данном случае, белого или фиолетового. В нескольких вариантах G10-го. Монтаж открытый, очень интересно интегрирован, темлячный штифт. Мягкая клипса, переставляемая с этой стороны заглушечка, которая сделана довольно аккуратно. Вообще нож выглядит довольно лаконично и интересно. Никаких выступающих частей. То есть вот такой вот прям вот, ну вот, ничего лишнего. Мне очень нравится. Что скажете, Сергей? Ну, размером с крупной зажигалкой, грубо говоря. Да, необычная механика баттона, хоть они и позволили его по-другому, но принцип работы очень похож. То, что кнопка располагается по центру, на мой взгляд, делает нож довольно симметричным по самому себе. Раммером по длине чуть больше стандарта зажигалки. Где-то на треть, наверное, приблизительно. Ну, в общем, соответственно, клинок здесь есть 1428N, длиной 75 мм, вес заявленный 105 грамм. Довольно увесистый, хотя лайнера выбранные, облегченные. В общем-то, мне нож, например, очень нравится, выглядит очень интересно. Ну, и комплектация, согласитесь, отдельно приятная. Продолжаем. Следующий приятный гость от той же компании, нож Ракун. Ну, такой енотик. Он у нас в двух исполнениях. Тот, что у меня в руке с Аксисом, тот, что у Сергея с Баттонлоком. Да, и клинками отличаются. Здесь такой Ванклифный или Шипфуд. У меня классический дроггойн. Спуски и там, и там прямые, высокие. В данном случае от обуха здесь с небольшой обработкой обуха. В обоих случаях насечка по обуху. Нож максимально легкий, меньше 100 грамм. Темлячное отверстие классическое. Монтаж открытый. Клипса, как и в первом случае, переставляется. Аксис работает довольно неплохо. Никаких вопросов не вызывает. Сталь та же самая. 14C28N, вес в районе 100 грамм, длина, клинка, в данном случае 82,5, а у Сергея, кажется, то же самое. Да нет, все то же самое. По размерам ножи абсолютно одинаковые. Мне очень нравится то, что у Сергея в белом исполнении чертовски приятно выглядит. Все очень аккуратно. А можно со спинки нож посмотреть? А, видишь, здесь целиком полностью открытый монтаж. Здесь небольшая боночка. Бэкспейсер. Тоже из Микарты. Слушайте, на удивление, приятный, цепкий нож. Слушайте, в общем, очень приятный городской работяжка. Что скажешь, Сергей? Ну, мне мой вариант, клинка, нравится все-таки ему побольше. Мне тоже. Варн, ближе к шипфуту, наверное. Действительно высокий спуск. Заглушка, то, что редко ставят под переставную клипсу, не добавляет на шарму ножу. Легкая конструкция всего. Одна опорная бонка и одна, которая держит накладку. Ну, мне у этого, правда, клинок нравится больше. Ну, что ж, ладно. Выбирать в любом случае вам, друзья. Ну, присмотритесь. Новинки от Восток. Продолжаем. Продолжаем. Следующим у нас идет концепт-найф. В данном случае у нас пришла новенькая модель. Называется она по-простому модель 6. От дизайнера Ник Свона. Концепт, как сюда, поставляется. В плотном картоне с довольно-таки интересной комплектацией. Есть конвертик с тряпочкой для ухода и прекрасный чехол для хранения, переноски, транспортировки ножа. Мне досталась версия в Тим Маскусе с белым клинком, синеватыми поджалостями. Опять же, варнклиф, ближе к шипфуту клинок. Довольно-таки интересный логотип на клинке. Ник Свона поставил все-таки на лого Лебедя. Довольно-таки интересно. Фрезерованный клипс. Она же, на мой взгляд, все-таки хорошо исполняется с функцией ограничителя. Фреймлока. Ножик с прекрасной механикой, очень мягкий подшипник. На клинке стоит у них S35VM. Есть их две версии. Пришло в обычном сером Титане. И более такой презентабельный вариант. Это с травлением на Тим Маскусе. Наверное, это все-таки обычный Титан, смешивать Тим Маску. И там, и там S35VM. Длина клинка 89. Небольшой вес. Слушайте, мне эта версия руках Сергея нравится больше. Он такой более жизнерадостный. Хотя это тоже достаточно строгий рабочий клинок. Такой рабочий толстый обух. Открытый монтаж. Цельно фрезерованный клипс. Надо сказать, довольно мягкое решение. Для темлячного отверстия довольно оригинальное. Интегрированный бэкспейсер. Такая проточная штука. Очень интересные акценты с синим оксидированием на бомбах и на винтах. Выглядит очень недурно. Слушайте, что можно сказать. 108 грамм. Все удовольствие. Открытие за флиппер и за спайди флип. Можно за спайди флип. Можно, но опасно. У меня он только что чуть на палец не закрылся на обратном ходу. Ну, знаешь, на самом деле мне серая версия нравится больше. Он не такой скользкий, как этот. То есть подарок визуально презентабельный этот. А вот серенький, стандартный матовый титан. Тактильный все-таки приятный. Ну, наверное, да. Но чисто и статически этот мне нравится намного больше. Но, ребят, выбирать вам. Concept Knife. Knicks One. Прошли 6. Продолжаем. Следующий на очереди модель, которая у нас уже была. Модель Fenerer по дизайну Грега Шоба. От Sparrow Nice. В общем-то, стали S35VN. Ну, на мой вкус, изумительно прекрасная вещь. Хаотичный такой карбон. Фреймлок. Лейнера не облегченные. Нож довольно увесистый. Как я уже сказал, S35VN. Ну, по-моему, очень даже... Это нож для Fenerer или от Fenerer. Как вы думаете, Сироп? Скорее всего, это, наверное, вырванный клык. Ну, больше похоже, действительно, на какой-то клык. Судя по форме, есть две выемки сверху и чел снизу. Непонятно для чего. Палец сюда, конечно, положить можно, но рабочие характеристики, насколько останутся оригинальными, непонятно. Варианты открытия два. Либо за шпенек. Можно левой рукой открывать. Вполне комфортно работает, не зажимается фрейм. Либо фронт-флиппер. Вот правший, левый. Открывать, блин, очень неудобно. Резированные клипсы широко формованы по рукоятке. Она загнутая. Соответственно, непереставляемые. Запасных клипс в комплекте нет. Нож просто достаточно толстенький. Так, конечно, перебор. Но с другой стороны. Вроде довольно-таки стильный. Вон видит отлично. Да, действительно, такой клычок стильный, очень харизматичный. Ну и интересный кремовый сноббок. Похожий на вороний череп. Скорее всего, это он и есть. Я понимаю, но мастерская называется Sparrow Knives. Почему, собственно... Я не знаю, как выглядит... Это воробей. Ну, Sparrow же это воробей. Да, Sparrow Воробей, совершенно верно. Очень эктоничный воробей. Капитан, Джек Воробей. Вы самые жалкие фираха. Вы про меня слышали, да? Продолжим. Мама, мама, а куда мы идем? На каналах Ножевые новости к Игорю. Фотографироваться. Мама, бежим, мама, бежим, мама, бежим, мама. Мама, бежим, мама, бежим. Бежим. А-а-а-а! А вы приходите к нам на канал. Мы всегда ждем свежие новости. живого мира. Пора, продолжаем. Рассказывайте. Ну, у меня в данной версии попалась на коррозированном стойке в Дамаске с черно-синей G10. У тебя версия, соответственно, на 154. 7, G10. Тоже на баттон-локе. Фрезерованные клипсы, тоже без возможности перестановки. Небольшой бэкспейсер, причем довольно-таки массивный. Конструкция сквозная, нет поперечных бонок, легко продуть механику, концепту, как всегда, очень мягкий подшипник, плавно ходит, довольно-таки интересный баттон-лок, обтекаемая кнопка, спуск дверный, третий, наверное, где-то начинается, небольшой фальш-лезвие. Тебе такой больше нравится в Дамаске или рыженький? Ну, все-таки рыженький, как-то ближе. Мне почему-то тоже не знаю почему. Слушайте, вес 115 грамм, в данном случае 154.7 на клинке, длина чуть меньше 85, но раздается мне для всего достаточно. Клинок широкий, такой весьма интересный, ну, не знаю, у меня какие-то прям приятные ассоциации. Носечка такая, приятная на обушке, то есть пальцем есть куда упереться. Темлячное отверстие очень маленькое, клипс цельнофрезерованный и, надо сказать, довольно мягкий. Лейнера облегченные. Слушайте, ну что ж, за свои деньги очень даже интересные ножа. Концептная, как всегда, радует и качеством, и дизайном. Ну, дизайн необыкновенный, дизайн необыкновенный. А мне очень нравится. Такой прям хищный, такой вот, прям, детей тоже. Из интересного, не знаю, насколько долгожданная, но не менее интересная модель Corvette Mini. Нам на обзор попало три версии, со светящейся рукояткой расцветки, пончик и с ручкой под арбуз. Все они на 154.7, крайне маленький нож. Но подшипник, приятная механика, единственное, в крупной руке, наверное, не очень будет удобно открывать. Темлячное отверстие, сквозная конструкция, довольно-таки толстый лайнер для маленького ножа. Даже на старших моделях не все такое есть. Есть вариант фронт флиппера, странно, но интересный. Очень ловким, чтобы им воспользоваться. Да, 154-й, длина клинка 37 миллиметров, монтаж открытый, заметьте, лайнера облегченная. В данном случае вот с этим пончиком очень интересный акцент на бонках, она зелененькая и синенькая, выглядит очень недорно. В качестве подарка, мне кажется, такая штука зайдет просто... Ну, по расцветку 10-й. Какие-то просто бомба. Ну, это скорее сувенирная продукция, но черт возьми, как это сделано. Даже в этом случае Концепт Найф подошли со всей ответственностью к процессу и получились такие совершенно жизнерадостные, приятные ножи. Я ставлю вот на этого малыша в варианте с пончиком. Ну, лично мне просто нравится, вот со своей такой абсурдностью. Вот свечащийся в камуфляже, на мой взгляд, интересней. Так, маленькая точилка для карандашей. Да, точно карандашей. Красота. Страшный вариант. Про маленькие ножи поговорили. Перейдем к большим. Город XL. Крайне крупный нос. Даже в большой руке. То есть большой объем. Глубокая широкая клипса. G10 покрашенный под камуфляж. Большой кусок 154CM с чойлом. Большой агрессивной насечкой. Два упора на обухе. Строгать не перестрогать, наверное. Вес 237 грамм. Клинка 9. Ну, засунуть это в карман, ну, слушайте, как такой добротный смартфон по размерам. Ну да. Прям. Чойлы. Было бы он хотя бы чуть-чуть поменьше, я бы о нем даже задумался. Потому что сделан он интересный. Спуски высокие, то есть плейлоника вот строгания и нарезания. Просто элемент в коллекцию я бы взял. Среди он, надо заметить, очень-очень тонко. Вот. Поэтому резать будет весьма успешно. Темлячное отверстие, не знаю, темляк на него навесит. Вообще, придать ему... Ну, на самом деле, что с этими, что с этими, мы слегка ошиблись. От этого мы ожидали, что он будет немножко меньше, от этого мы ожидали, что он будет немножко больше. Вот. В результате получилось, но получилось, что получилось. Хотелось бы увидеть среднее. Ну, был бы на бэклоке, была бы отличная тяпка для, походу, 6-го. Ривьер? Ривьер. Кажется, ривьер. Замечательный нож. С фронтфлипером. Вот, кстати, такой вариант фронтфлипер мне нравится больше. Агрессивная насечка под шестеренку, легко открывать и левой. Ау! И правой рукой, нет, а пальчик я себе на ноготок его сложил, благо он уже многострадальный. Глубокая гнута Эклипса. Ну, блин, выпирающие винты, не знаю, будет поддирать карман. Небольшой карманный нож, опять же, с высоким спуском, концепт в последнее время радует. Приятными дизайнерами, ну, наверное, с исключением особо странных. Боковая насечка. Если какие-то маленькие помидорки черри нарезать, у руками будет мук руки скользить. Клинок 74 миллиметра, вес 88 грамм. Насчет удобства такого формата фронтфлиперов, я бы себе рыжий поспорил, многим это неудобно. Ну, это в любом случае комфортнее иногда, чем делать это большим пальцем. Шагласен, шагласен. Ну, насечка под палец есть, только такой маленький джентльмэр, ну, собственно, столик достойный. Ну, выглядит, на мой взгляд, скучновато. Ну, красок, наверное, меньше, но в том же. В Риме не все любят яркие ножи. Он неудержимо напоминает какие-то старые ножи, не могу понять, что. Слушай, ну, тот же бекеровскую классику разнообразную, типа барлоу, которые были на слип джойнте, небольшой нож, был бы ногтевой зацеп, был бы обычный склодишок. А вы, друзья, что думаете, на какой нож это похоже? Это были новинки от двух брендов, от Вустед и Концепт Найс. В общем-то, ждем вашего мнения в комментариях, а на это оптимистическая ночь мы говорим вам... До свидания. Легкого реза. Пока. Сейчас мы возьмем еду и будем кушать. А что мы будем кушать? Людей, людей? Нет, мы будем кушать еду и то, что сможем нарезать. Кстати, им удобно резать тортики. Прекрасная лопатка на день рождения. С обратной стороны можно безопасно есть тортики. Амудом. 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 Амудом.